В Министерстве здравоохранения Свердловской области подведены промежуточные итоги диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров. По последним данным, всего охвачено диспансеризацией без малого 380 тысяч человек, что составляет больше половины от плана 2016 года. Профилактические осмотры прошли более 41 тысячи человек, что составляет также более половины от годового плана. По результатам этих обследований, впервые выявлено более 68 тысяч хронических неинфекционных заболеваний. Каждый второй обследованный имеет два и более факторов риска развития заболеваний. Высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность смерти от инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет без медицинского вмешательства установлен у 71 тысячи человек из числа полностью завершивших диспансеризацию, чуть более 20%. Взяты под диспансерное наблюдение 86 тысяч уральцев. Каждый пятый из числа прошедших диспансеризацию. Назначено лечение после прохождения диспансеризации более 100 тысячам человек. Это почти треть от числа обследованных. Направлены на дополнительное диагностическое исследование около 16 тысяч человек. Для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, более 800 человек. Предложено санаторно-курортное лечение 21 тысячи пациентов, прошедших диспансеризацию. Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов заявил, что раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний по-прежнему остается актуальной проблемой современной жизни, а не только здравоохранения. Основная смертность населения в трудоспособном возрасте связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе инфарктом, инсультом, злокачественными новообразованиями, бронхолегочными заболеваниями и сахарным диабетом. И как особо подчеркнул министр, диспансеризация и обследование в центрах здоровья, профилактические медицинские осмотры позволяют выявить не только эти заболевания в ранней стадии, но даже факторы риска их развития. В 2016 году по планам, принятым в Свердловской области, диспансеризации подлежат 751 тысяча человек, профосмотрам 75 тысяч. Диспансеризацию проводят 93 медицинские организации, профилактические осмотры, 88 лечебных учреждений не только государственной, но и других форм собственности. Напоминаем артемовцам, что диспансеризацию необходимо проходить один раз в три года. В 2016 году подлежат диспансеризации граждане, родившиеся с интервалом в три года, с 1926 по 1995 год включительно. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, работы или учебы. Сотрудники регистратуры, кабинета отделения медицинской профилактики или ваш участковый врач подробно расскажут вам, где, когда и как можно пройти диспансеризацию. Согласуют с вами ориентировочную дату прохождения диспансеризации.